Всем привет! Я, как старый выпендрежник, решил записать еще один выпуск домашнего культуриста. Просто так каждый раз, как занимаюсь, бывает приходит мысль, что сегодня можно, в принципе, сделать выпуск домашнего культуриста. Для чего? Чтобы замотивировать людей, которые смотрят мои видосы, видосы про то, как я там читаю книжки, как думаю всякую ерунду, к тому, чтобы еще и заниматься. Потому что заниматься нужно обязательно каждому человеку. Вот сегодня я, значит, делаю плечи и в какой-то степени руки. Предплечья тоже не забываю делать сегодня предплечья. Так как в зал я не хожу, занимаюсь через недельку дома, то из всего моего инвентаря спортивного, это две гантели по 5 килограмм и две гири по 16. Вот, наконец, я добрался до гири. Гири вообще, на самом деле, шикарный вид тренажера. На самом деле, уже немного позанимался, даже как немного, по нескольку подходов уже сделал и того и сего. Но для начала, обычно я после стандартной разминки, но разминку все знают, то есть в первую очередь кисти, локти, плечи, всю эту ерунду. Вот обязательно нужно хорошенько размяться, прямо хорошенько, чтобы согреться, стать бодреньким, веселеньким, потому что, говорю, вот у меня локоть, я не хочу снова повредить. После этого я беру гантели и занимаюсь гантельками. Ну и тут в первую очередь, конечно же, разводки, всякие различные вот такие. То есть в первую очередь нужно, ну, и вот такие разводки, когда, как говорил Денис Борисов, как будто ты чашечку кофе проливаешь на землю или кружку чая. В общем, разводишь в стороны. Лучше всего делать перед зеркалом, я вообще стараюсь делать это дело перед зеркалом, вот. И в первую очередь стараюсь чувствовать задние, задние пучки дельт. Почему? Потому что, на мой взгляд, они больше всего придают такого эффекта и, скажем так, красоты, красоты рукам. Вот. И кроме этого, ну, я сейчас заниматься не буду, потому что лучше всего перед зеркалом заниматься нормально. Сосредоточенно, без всякой лишней болтовни. Вот. Так я, значит, делаю с этими, с гантельками. Там различные разводки. Разводки на задние дельты, разводки у нас в стороны. Вот. Ну, этим я разогреваюсь. После этого в дело вступают гири. По гирям у меня такой особой техники нет, поэтому я делаю сразу несколько комплексных, ну, фактически базовых упражнений и на плечи, и на руки. То есть, я в первую очередь обязательно делаю, конечно же, жим гирей. Когда занимаешься с гирями, лучше помогать ногами и спиной, но непосредственно на руки я ногами и спиной не помогаю. Поэтому делаю вот такого формата. Десять раз делаю с груди и пятерочку просто ржим, чтобы добить. Вот. И после этого, сразу не останавливаясь, делаю такую своеобразную тягу, опять же, на плечи. То есть, в первую очередь я стараюсь, чтобы именно задняя дельта у меня тянула гири. И опять же, делаю, опять же, делаю раз десять гири. В общем, и так, подхода три-четыре таких вот. То есть, десять раз с груди к верху, пять раз сделаю с плеч, после этого десять раз тягу. Вот. Гири вообще замечательно дают такую хорошую общую нагрузку на руки. Руки, прямо все руки отлично у меня прорабатываются, и в особенности, конечно, плечи. Но с гирями плечи я мало чувствую. Хотя они, конечно, хорошо работают. Я стараюсь их почувствовать как можно сильнее. Поэтому стараюсь после гирь обязательно, обязательно снова добивать это все дело. Это все дело добивать гантели. К сожалению, вот так вот на камеру не совсем правильно делаю. В общем, в первую очередь я стараюсь очень хорошо чувствовать непосредственно дельты. Задние дельты, как я уже говорил, делаю в небольшом наклоне с прямой спиной. Тяну руку как, не знаю, как лыжник, что ли. Тяну руку немного назад. Это у Ишанькина я как-то раз в одном видосе видел непосредственно до упражнения. Ну и сам как-то к нему пришел. Ну и делаю на средние пучки дельт разводы в сторону, как я уже говорил, отводя бизинцы кверху. И причем не задирая руки высоко. А вот так руки я обязательно держу полусогнутые, потому что на прямых руках очень легко, как все говорят, травмировать локти. Ну, в принципе, и все, что я делаю на плечи, так и содержится в моей тренировке плеч, домашней. После этого я по этим замечательным дням тренировки, я стараюсь еще подергать гирьки туда-сюда. То есть по всякому по-разному гирьки поднимать на бицепс. Ну и заканчиваю тренировку обязательно на предплечье. То есть я верчу-кручу гантельки. Это как ты представляешь, что у тебя меч в руке, ну или там, не знаю, палка какая-нибудь, сабля. И ты фехтовальщик такой. Потому что это очень здорово укрепляет. Ну, на мой взгляд, это здорово укрепляет непосредственно предплечье. Вот, по-всякому по-разному я кручу до тех пор, пока вот они не забьются основательно. Ну и делаю всякие там вот такие штуки там так, так. У кого, конечно, руки посильнее, могут делать это и там с более весомыми гантельками. Ну, я вот 5 килограмм мне вообще достаточно. То есть разные там, разные вот такие вещи. Самое главное крутить-вертеть. Крутить-вертеть вот по-всякому эти самые гантели. И прямо чувствуется, прямо чувствуется, как забиваются все руки. И чувствую, что они становятся гораздо сильнее. Ну, вот, в принципе, такая тренировка предплечий. Такая тренировка плеч в домашних условиях. Еще раз хочу сказать, что да, реально вот гири очень такой универсальный, отличный тренажер. Буквально все можно ими тренировать в домашних условиях. Вот, и сегодня я показал, как я с помощью гири такими двумя способами тренирую плечи. Ну, в принципе, еще лучше можно делать тягу гири в наклоне. То есть я тоже ее, бывает, делаю как тяга гантелей в наклоне или как тяга штанги в наклоне на плечи, опять же. Вот, гири для этого тоже отлично подходят. То есть я беру гири и вот так вот аккуратненько их тяну. Желательно тоже делать перед зеркалом, чтобы конкретно хорошо контролировать. Вот, ну вот, в принципе, и все. Давайте все занимайтесь. Может быть, я, конечно, не профессионал в этом деле. Не такой уж я там великий качок. Но более-менее нормально выглядеть и хорошо себя чувствовать. Даже занимаясь дома, каждый, каждый вполне может. Вот, давайте занимайтесь, читайте книжки. Всем всего хорошего. Пока. Пока.